Женская консультация номер один в Мурманске открыла свои двери после ремонта. Реконструкция медицинского учреждения началась еще в феврале. За это время внутри помещения сделана глобальная перепланировка. Увеличилось число кабинетов, которые в свою очередь стали комфортнее и уютнее. Несмотря на ремонт, женская консультация номер один все же работала. Ее оборудование перевезли в один из корпусов областной больницы. Приятных эмоций эта вынужденная мера у посетительниц, конечно, не вызвала. Но по-другому сделать капитальный ремонт было невозможно. Вот и Татьяна вспоминает временное помещение без особой тоски. Там нередко случались и сюрпризы. Там осыпающийся потолок, там в аварийном состоянии здание. Было страшно. Я, слава богу, там на приеме ни разу не была, но просто зашла и поняла, что... А сейчас просто в больнице лежала, выписалась, вот сейчас стою на учет. Так что, вот, первый раз, красивое здание с ремонтом. Нет, очень хорошо здесь. Вместо пяти врачебных кабинетов в помещении удалось разместить девять. Причем меньше они не стали. Чтобы основные для учреждения специалисты работали с комфортом для себя и пациентов, потесниться пришлось психологу и физиотерапевту, обратившихся за их помощью перенаправить в третью консультацию. Все консультации работают еще по территориальному принципу, считается. Да, и поэтому мы принимаем не только по регистрации, принимаем еще по месту жительства, принимаем по месту работы. И просто женщина приходит и говорит, знаете, вот мне очень хочется наблюдаться вашей консультацией. Теперь ходить на работу персоналу вдвойне приятнее. Врачам не нужно торопить пациентов из-за нехватки помещений и пересечения графиков приема. Ведь до реконструкции им приходилось ютиться в кабинетах подвое. Старшая акушерка Валентина Ивановна до сих пор не может поверить в чудесное преображение консультации и понять, куда же делись многочисленные провода, как пыльная паутина, опутывающие все отделение. Для нас это вообще просто шикарно, потому что те женщины, которые у нас наблюдались, они вспомнят наши туалеты, это наша была беда. А сейчас у нас шикарные туалеты, туалет для людей с ограниченными возможностями. Это просто как сказка, как мечта, которая в жизнь воплотилась. Помимо перепланировки и ремонта кабинетов, строители заменили все окна, вентиляцию и сантехнику. В обновленных коридорах цвета сирени теперь просто приятно находиться. Есть даже зона отдыха с мягкими диванами. Помещение, в котором располагается консультация, по человеческим меркам помолодило с почтенных 45-ти, а в этом году у здания, где находится учреждение, юбилей как минимум в два раза. Безусловно, здесь, конечно, ну если не сказать, что был полный бардак, но было, конечно, печально. Приходишь всегда с какими-то проблемами своими. Девочки, естественно, беременные, хочется как-то, чтобы к ним было внимание определенное. Но, внимание-то, конечно, было, но хотелось бы, чтобы была такая вот приятная обстановка. И, собственно, что и случилось. Хватило места в новом пространстве для просторной лаборатории и процедурной, в которой делают все необходимые биохимические и клинические исследования, в том числе для первого роддома, который находится по соседству. Детей в Мурманске становится все больше и больше. И очень надеюсь, что вот в такое новое, приятное, чистое помещение будущим мамам будет приходить приятнее. Может быть, это будет еще одним шагом к тому, что детишек в Мурманске станет еще чуть-чуть больше. Проблема кадров обходит женскую консультацию стороной. А ведь ежегодно здесь обслуживают около 36 тысяч пациенток. Но специалисты признаются, обычный УЗИ-аппарат есть, а вот экспертного нет. Да и кальпоскопы, с помощью которых диагностируют райк шейки матки, пока установлены не во всех кабинетах. Так что обновление техники наверняка будет следующим этапом.